Доброе утро, ребятушки. Гену я на проводе. Когда с утра не знаешь, за что хватиться, хватаешься за все сразу. У вас такое крыло. Смотрите, что у меня на столах творится. Это все надо разбирать. Это все надо делать. Смотрите, как смотрится эта цветная капуста. Видели? Немножко взбрызнула лимонным соком, чтобы она не теряла цвет. Все равно брокколи я отвариваю всего 20 минут свежее мороженое. Они получаются тогда такие, знаете, аль денте, красивые и не теряют цвет. Вот эти овощи по 30 минут. Все остальное. Ладно, занимаюсь я со своими делами. Сегодня у меня на работе наконец-то появился мой барист Александру. А Торезу оставили дома. Я говорю, елки-палки, блин, надо открывать мороженое. Вчера такая кухня. Вчера люди перед пустой витриной с мороженым выбирали вкусы мороженого. Это вообще нонсенс. У меня все время клубника, ананас, дыня, еще что-то. И люди хотят, чтобы мы туда положили мороженое. А где его взять? Нема. Короче, ну Торезу, я думаю, оставили дома. Идемте туда, на кухню. А то я выключила свой морозильник. Еще забуду его включить. Короче, Торезу оставили дома, потому что она... Ну, мы сейчас все делаем очень много, очень много часов. По 50 часов, так как в смене один человек. Я здесь одна, барист один. Потом приходит смена один. И Тореза попросила делать свои часы. У нее 24-часовый рабочий контракт. И она попросила сделать свои часы. Видимо, наш начальник на это не пошел и решил ее оставить дома. Вот. А зачем она попросила эти часы? Потому что у нее есть родственник пиццерии. Пиццерии она берет в море. Она начинает работать. И она по вечерам... Она хотела утром быть у нас, а вечером идти работать в пиццерию. Ну, чтобы что-то подзаработать, ребята. Потому что тут... То, что мы зарабатываем здесь... Так, чтобы вам не соврать, сколько у нас получается в час. 2,50. В евро. Это даже в африканских странах сейчас такого не платят. Такой зарплаты. Так вот, одна. Так что понятно, что человек ищет, где... Где можно больше заработать. В итоге осталось дома. Салат морской. На все случаи жизни. Каракатица. Не кусочками. Я ее проварила. Маленькая, вкусненькая. Но это не главный ингридент. Картошка. Сельдерей. Беру только... В основном беру нежные части. Но сегодня у меня немножко по-другому. Сам морской гад. Главарь салата. Морской гад. Ну, и заправка. Оливковое масло. Где-то. Вот он. Лимончик. Лимонный сок. Можно просто лимонный сок. Чеснок. Можно свежий. Оливки. Желательно черные. Можно без них. Соль. Все, ребята. Все. Нарезаем, нарубаем. Картошку я режу на своей резалочке. Кто-то говорил, что удобно резалочку одевать на баночку. Ну, вы знаете, я привыкла в руке ее держать. Мне так быстрее. Единственное, что сюда я капаю немножко оливкового масла и картошку обмакаю. Тогда она режется быстрее и не слипается между собой. Либо ее надо отваривать кубиками. Ну, это, знаете, это долго. А так раз, раз, раз в масло вмакнул и пошел. Все. Все нарезаем, все очищаем и покажу вам в готовом виде. Можно еще добавить помидорчики черри. Можно. Ну, у нас как-то это не принято. Как-то люди больше любят с такими, знаете. А, еще петрушка. Ну, да, петрушка. Куда ж без нее. Так что, все, что у вас есть, добавляйте и будет у вас салат. Пальчики оближешь. Картошка нарезана. Сейчас ее отдельно чуть-чуть присалываю. Добавляю в нее сельдерейчик. И смешиваю немножко с оливковым маслом. Потом уже все добавляю вместе. Все, у нас все в нашей мисочке. Теперь мы имеем право это все посолить. По часу. Сейчас добавлю петрушку. И делаю нашу гремучую смесь. Это третья часть лимонного сока. Или четвертая часть лимонного сока. И три четвертых оливкового масла. Полтушка. Сейчас я вам скажу, почему я не добавляю помидоры черри в этот салат. Этот салат у нас считается теплый. Он стоит на теплой поверхности. И если в него добавить помидоры черри, то помидоры черри будут теплые. Вот если вы его в холодном виде будете тушить, тогда да. А если в теплом, тогда ни в коем случае. Так как у нас булочки с помидорами и с моцареллой. Должна согреваться только булочка, а не помидоры и моцарелла. Есть такое понятие у нас в Виталии. Ака-чи-чи-пи. То есть не нарушать процессы. Все, ребята. Поливаем наши эмуксии. Это немного. А такую миску это немного. Сколько у меня тут? 250 граммов, по-моему, да? 250 граммов. Смешиваем. Добавляю петрушечку. Сейчас покажу вам его в салатнице. Вот окончательный вид. Можно хватать. Как вам? Картошка немножко расплывается по морским гадам. По осьминожку. Но это так и должно быть. Она тогда вкуснее. Среди речек похрустывает на зубах. Все эти морепродукты, они мягенькие. В общем, этот салат нравится клиентам больше всего. Ребятушки, знаете, куда мы едем? Сейчас я найду парковочку. Косметологу. Смотрите на меня, на кого я похожа после работы. Растрепанный вородей. Волосы после гамбургеров. Прям шикарные. Прическа. Что надо. Морда не мыта. В рабочей одежде. Не мыта, не чесана. Можешь и машину на мойку сдать. Сейчас пойду узнаю, сколько стоит сиденья у них постирать. Вам это интересно? Мне это интересно. Сейчас пойду узнаю, потому что мне ждать до 4. У меня еще 45 минут времени не стала домой заезжать. Но сейчас заеду домой, потом попаду в трафик, потом еще что-то. Еще уж не знаю где, надо же найти этого косметолога, понимаете? Так что сейчас леду. Марш-бросок. Узнаю, сколько стоит помыть салон машины. Давно хочу свои сиденья постирать. У меня, правда, машина вся загружена непонятно чем. Как не мусорными мешками, так всякой ерундой. Ну, хоть узнаю. И пошла искать своего косметолога. Что она будет со мной делать? Красавица. В общем, не знаю. Расскажу.